Макар Алексей Иванович, еще один волшебник. Алексей Иванович, до зимы доживем. Пожалуйста, у меня к вам просьба. Материал раскидан, я уже даже найти весь не могу. Вот, сейчас попадая через WhatsApp, можете сделать папку. Лучше с вашим комментарием. Да я бы без комментариев вы понял. Еще как раз сейчас 8, сейчас у вас далеко созревает еще более чудесные вещи. Мне так хочется сделать бенефик, чтобы полностью вам вебинар был посвящен. Когда-то я полвебинара вам посвящал, помните? А время идет. А арбузы все толще. А? Делайте папку со всем этим. Попросите кого-то помочь. Чтобы все было собрано. Почему это нужно? Потому что вы относитесь к российской элите. А учитывая наши условия, в которых вы живете, мы в Подмосковье. Вы относитесь к мировой элите. Вы думаете, там все за рубежом стоят самые умные люди. Они нас кормят, кормят, кормят. Яблонями, грушами, персиками, чайами. Все бы хорошо. Они нас не кормят. Они нас отравляют. Попробовали они вырастить. Вот сравните нас с вами, да? У которых нет ядохимикатов. И любого производителя, у которого и урожай может даже больше, с квадратного метра. Там из Италии, Испании, Голландии. Восхищаться ими. Они нас травят. А их продукция в миллионы тонн идут к нам. А нас про вас не знают. Нас про вас не знают. А настоящие рыбы-то не те, кто 40 обработок сделал. По принципу, дуракам закон не писан. То есть не дуракам, а не умные. Вот. Ну, никакого предела отравлений-то нет. У меня была бы трава, ничего бы у них не было. Знаете, что такое современный промышленный сад? Распятый этими самыми, на проволоке. Кругом жилой бетонной столбой. У нас бы все бы это замерзло, корни. Но у них там тепло, поэтому они зубные столбы вкапывают. Вот. У них капельный полив. У них механическая обработка. Они отрежут полдерева до метра. И теперь у них есть возможность поливать, опрыскивать. Все делают. Потому что штаб этот, ихний, он искалечен. Полностью искалечен. Дерево беззащитное перед насекомыми. И тут вступает в бой техника. Цистерна с ядом. Распрыскиватель. Специальные установки. И вот так он едет по рядам. И искалечен. Дерево обпрыскает. Есть илитативный период. Взять даже 160 дней. 40 обработков. Каждые 4 дня обработка. А мы едим. А у нас выбора нет. Путин ест. Путин ест отраву. А где же он возьмет-то? Алексей Иванович, к вам Путин обращался? За яблони и грушами? А за абрикосами? За этими самыми? Я уверен, что у вас никакой отравы нет даже в этих арбузах. Что они такие большие не потому, что вы стимулировали. Вот. Поэтому, Алексей Иванович, вы элита. Будет бенефис. Доживем до зимы. Сделайте мне папку со всеми вашими достижениями. Нам больше некого о нас заботиться. И я еще надеюсь, что когда-то... А ведь вы представляете, я про вас ничего не знаю. Я уважаю вас безмерно. Но я ничего про вас не знаю. А кто вы? А как жизнь прожили? Я был сам ошарашен, когда оказалось, что мой брат такой же, как я. Механик, электрик. Высшее образование. Когда вот эти вот накинуться на него эти шапки. Выпускницы темирезерки. Они хоть не знали, с кем им дело имеет. А сейчас он ест персики и абрикосы. Шесть лет назад он слова такого не знал. Вернее, не так. Слова-то знал, но не знал, что их можно вырастить. Какого-то, в Костромской области. А вы вообще, вы лидер. Я уж думаю, не вы ли тот самый, а вдруг у вас высшее образование. Да любое. И вот вы уже, если не этот, не ректор темирезерской академии, но хотя бы проектор по науке. А может быть, да и не по науке, а по практике. Пусть студенты учат, что такое пестик-тычинка. Как выглядит этот самый ДНК растений. Вот. И почему пестик-тычинка есть, а благотворение происходит. Искусственное благотворение, это деградация. Вот это пусть проходит. А как вырастить, так вы проектор. Вы зам по науке. Он не так. Нет, похитрее. Вы зам по практической науке. Вот видите, я нашел лидера нашим ребятам молодым. Если у вас есть высшее образование. Любое. Любое. Может эта кандидатка наук, лингвист, учитель нас убивать деревья. С компанией, там, с телеканала Бобер. Ольга Платонова. Может же? Посреди лета дерево резать. Подлее ничего не придумаешь. Это только один из ее достижений. Не считая, скорее, это уничтоженный муравейник и прочее. Вот так вот. Сейчас, наверное, будем заканчивать. Нет, прочту ваше письмо. Имели оправо. Здравствуйте, Валерий Константинович. Вы меня удивили. Когда вы увидели выращенные мной арбузы, сказали, что готовы стать моим учеником. Да. Я выращиваю. И все, только вам. Только вам. Больше никто. Заткните уши. Это мой предел. Это даже когда были такие были длинные, жаркие лета такие, что босиком ходить было нельзя. Пятки не потели. Дымились. Пятки. А я все пытался сохранить здоровье ходьбой босиком. И любой теплый день я снимал обувь, ходил босиком по саду. И что вы думаете? Вот такие арбузики. Поэтому я и прошусь к вам, ученики. Итак. Повторяю. Вы меня удивили, Валерий Константинович. Когда вы видели выращенные арбузы, сказали, что готовы стать моим учеником. Я впервые с вами не согласен. Все мои успехи. В первую очередь, ваша заслуга. Это вы научили нас всему, что мы умеем. Это на моей эпитафии. Знаете, что я эпитафия? Вы тогда вот это мне напишите. Ладно, пока я зазнаться могу. Это вы научили нас не доверять сходу печатному тексту. Все перепроверять. Экспериментировать. Искать новые подходы. Спасибо вам за это. Я вспоминаю труд Академика Ощельникова, который написал книгу о творчестве Лысенко. В ней описан момент, когда Академик Ремесло вывел новый сорт пшеницы. Которая получила большое признание в Европе под руководством Трофима Денисовича. Ремесло сам, уже будучи академиком, продолжал считать Лысенко своим учителем. По-моему, поплатился за это. Так и вы навсегда останетесь своим учителем. Спасибо вам за то, что вы у меня есть. Почтение, ваш ученик. Знаете, когда я посмотрел ваши таланты, еще и в этом сколько, их сколько, я себя правда завидую. Потом просьба отдельно, напишите мне образование, где чего. Мне о том все важно знать. Я очень хочу, чтобы вас назначили как минимум проректором Тимирязевики. Ну, вас там, вам там рядом, вы живете возле города Обниск. Это рядом там. На Усфетах, не на Усфетах, но когда-то на Терегах ездили в Москву. Когда-то Ломоносов на санях в Москву приехал. Вот один из наших последователей Ломоносова. Вот перед нами. Я знаю, в Макаровне зазнается. Мог бы сказать, что я сам к чему дошел. Нет, все-таки это признает меня учителем. Спасибо. Царь-садовод. Пока сейчас я скажу, почему я назвал царь-садовод. Вращивает арбузы. Не царское это дело. Воскресательный знак. Когда-то литературная газета рассказывала про уникальных рабочих. Вот была большая статья. Уважительно не вряд ли. К простым людям. Я работая простым ассером, недалеко ушел от работяг. Я все. У меня была смена, где мне постоянно приходилось сейчас работу выполнять самым. Не только, как говорил Райкин. Я как руковожу? Я руками вожу. Мне приходилось этими руками еще и работать. И вот получается, я знаю, что такое. Уважительная статья была про литературную газету. Рассказали про токаря уникального. Назвали его царь токарем. Про пекаря. Это же тоже искусство. Назвали царь пекарем. И так далее. Так вот. Я продолжаю эту тему. Макарова называет царь-садовод. И, к сожалению, наши достижения тонут без поддержки.